Всем привет, краткий обзор хочу показать где на ТНВД Всякие резинки, которые периодически течь начинают В 99% случаев, ну не 99, наверное, все-таки процентов 90 случаев Высыхают резинки под вот этими крышками Вот здесь одна крышечка Ну и зеркально Вот здесь вторая крышечка Под ними стоит резиновое колечко Они со временем выжимаются, высыхают И оттуда начинает капать соляра С другой стороны, с этой Бывает начинает капать топливо Вот здесь По вот этому большому Фланчику Ну и редко бывает, когда начинает бежать топливо По фланцу С самой плунжерной пары Из-под напорных клапанов Ну вообще очень редко истечет Там стоят медные шайбы Облотнительные А здесь И там стоят Резинки Сколько я помню Вот Ну может побежать, конечно, и вот отсюда Ну я лично ни разу не сталкивался И в литературе тоже этого не помню Еще бывает Бежит топливо По штоку газульки Вон оттуда То есть, ну вот это все разбирается Все это снимается Там маленькое колечко Оно течет Бывает Это уже сложнее Это надо вскрывать Всю эту крышку То есть, ну, половинить насоса Так сказать Еще есть проблема Бывает топливо течет С вот этой трубки Эта трубочка у нас с обраткой Вот эта часть трубки Она соединяется с обраткой с форсунок То есть, здесь проходит коллектор Она проходит под ним Бывает эта трубочка Которая здесь идет Ну, она тоже усыхает Трескается, короче И с нее тоже начинает капать Кстати, вот недавно было Это у нас Нашего нагрупника Максима Была такая проблемка То есть, здесь надо обратить внимание Что здесь тоже могут Может это дело побежать Что еще хочу сказать Практически Ну, все вот резинки Которые текут На плунжере Чтобы их поменять Устранить течи Надо снимать насос Ну Резинки, которые текут Из-под вот этих вот боковых Клишечек Можно поменять В принципе, не снимая насоса Это, конечно Ну, особенно вот это вообще По-моему, легко Единственное Надо обратить внимание Что под ней находятся Пружинки Это таймер опережения фриска Когда эту крышечку откручиваете Пружинки там Они хотят, ну, выскочить Там просто надо будет Что-то подкладывать Тоже какую-то тряпку Чтоб ничего это не потерять Не проебать В принципе, запомнить Как они там выскочили И все потом Оградно так же все собрать Все будет нормально Чтобы поменять с этой стороны Нужно максимально Отклонять насос От блока И, ну, изъебнувшись Там Залезть, конечно Открутить Тягачки Болтики И тоже, в принципе Поменять можно Остальное, чтобы все поменять Ну, нужно снимать Уже тогда насос Ну, как-то так Если что-то, ну, не так Поправьте меня, конечно Если кто-то знает больше Все, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому